Здравствуйте, меня зовут Кирилл, это спортклуб чемпион. Я являюсь фитнес-трейером это спортклуба. Я со мной моя подопечная, зовут Иоанна. Занимается у меня уже сколько, 4 месяца, наверное, может 5. Сегодня мы будем выполнять тренировку ног, тяжелую тренировку ног, с максимальными для нее и для меня весами. Постараемся выуживаться на все 100%. В общем, на первом упражнении будет приседание, самое важное упражнение для ног. Будет примерно 3 разминочных подхода и 3-4 рабочих. Диппозон от 8 до 12 раз рабочих подходов, разминочных 10-12. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас Аня будет посидать 60 кг. То есть многие девчонки, когда занимаются год, полгода, все пытаются посидать грифами и говорят, почему у меня папа не растет. Аня все потому, что вы не увеличиваете веса и стоите на одном месте. Так что старайтесь всегда увеличивать веса тренажеров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, мы сделали приседания. Какой подходов. Поработали 100, 120, 140. Нормально пойдет. Сейчас будем делать лучшее ображнение на задницу. Так, сейчас будем делать выборы в движении. Вначале дойдем до одного угла. Потом остановился, чуть отдохнем, потому что вес беру максимальный для себя. И идем обратно. Я так лучше чувствую, что что-то растет, в принципе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выпадок самое главное, чтобы у передней ноги пятка не оторвалась из земли, чтобы таз был все время под напряжением. И коленкой желательно не касаться земли, чтобы тоже было постоянное напряжение. И так же, как и в приседаниях, старайтесь каждой тренажерной наращивать веса, чтобы прогрессия была более ощутима. Сейчас мы закончились с выпадами. Поделали максимальные веса. Аня сегодня сделал рекорд на 17 килограмм. Я бы выпадал с 30. Сейчас будем делать джим ногами. Я буду делать одной ногой, так как вешать просто лень. Вешать 350 килограмм. Ну, Аня соответственно двумя. Вначале я сделаю один подход разминочный. Затем, наверное, четыре рабочих. Здесь самое главное, ногу до конца не разгибать, чтобы связки не полетели. И до конца к себе не прижимай, чтобы поясница потом не болела несколько недель, как это бывает обычно. То есть чем выше вы ставите ноги, тем больше задействована задняя часть бетра. Чем ниже, чем, соответственно, передняя. Сегодня у нас акцент, как я сказал, на попу, так что будем делать песка поставленную ногами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, в завершении трех ног будем делать мертвую тягу. Мертвую тягу, главное, это когда ты нагибаешься, чтобы у тебя были упадки сведены, и ты как бы таз оттягиваешь назад. И до конца не разгибаешься, как это делают многие, а чтобы была постоянная нагрузка, разгибаешься вот примерно чуть-чуть. Ну, сам должен чувствовать, когда у тебя выключается таз, или когда он у тебя еще в работе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас будем прорабатывать среднюю дельту. Так как она мышца небольшая, можно ее делать два раза в неделю. Это как сейчас доп. тренировка плеч будет. Будем делать одной рукой, другой рукой опираться облок, чтобы создать большую изоляцию на дельту. Будем делать много повторков от 20 до 30 раз, как пойдет. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня... Была тренировка ног. В основном делалась база, то есть мы поприседали с хорошим весом, подделали выпады, чуть-чуть пожали ногами, ну и в конце все это делали, растянулись в мертвой тяге. То есть я еще сделал доп. тренировку плечей. Фух. То есть хотите, чтобы ноги у вас росли, прекращайте заниматься ирудной изоляцией, если вы занимаетесь только полгода. Делайте больше приседания, выпады. И на этом, в принципе, все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова